На каждой фотографии, когда я смотрю, все время смотрюсь в небо. Я все время говорю, ты как соколенок, который заглядывается, взлететь бы, вспорхнуть бы. Небо с детства было мечтой Владимира Сарабеева. Ради военной авиации он отказался от спортивной карьеры. Еще в советские времена входил в состав сборной Латвии по вольной борьбе. Но для себя подполковник Сарабеев выбрал другую борьбу – с терроризмом. И вот последняя награда, награда Героя Российской Федерации. Она была присвоена ему посмертно в 95-м году. Супруга Героя России Надежда Сарабеева до сих пор с дрожью в голосе вспоминает первую чеченскую кампанию. Заместитель командира 368-го штурмового авиаполка подполковник Сарабеев тогда выполнил 47 боевых вылетов. Лично уничтожил больше 20 единиц вражеской техники и разбомбил подземное убежище боевиков. Последний раз в небо он поднялся 5 мая 1995 года. Во время поисков замаскированной базой террористов штурмовик Сарабеева подбили, когда он прикрывал самолет своего командира. Это было в горах, когда боевики были в горах, и нужно было особо усердно отслеживать их, чтобы точечно поражать. Именно тогда это было. Он был тяжело ранен, и он из последних сил направил свой самолет в скопление боевиков. Уже в мирное время одну из улиц Краснодара назвали именем Героя России Владимира Сарабеева. Память – это то, ради чего сейчас живут супруги погибших военных. Многие объединились в общественную организацию. Со вдовами защитников Родины встретился губернатор края. Говорили о необходимой поддержке семьям Героев, хотя сами женщины просят совсем немногого. В районе Восточно-Кругляковской улицы компактно сейчас обустраиваются улицы Героев Трошева, Яцкова, Сарабеева, Посадского. Хорошо бы было установить обелиск, потому что улицы называются там Герой такой-то, а жители не знают Герой и что за этим стоит. Это абсолютно правильная идея. Нам важно, чтобы она, правильно сказано, еще раз, воплотилась в жизнь. Вот Краснодар пусть будет первым, может быть, городом в России, я уверен, где улица, если имени, начинается с обелиска, с постамента, с описанием вот на этом обелиске. И что человек сделал, почему, описание его подвига. Почему он герой. Да, почему он герой. И вот тогда все равно это уже будет совсем другой подход. Вениамин Кондратьев заметил, что память о современных героях важна не только для их семей, но и для всех жителей Кубани. Потерять ее мы не имеем права. И меньшее, что можно сделать, позаботиться о семьях погибших воинов. Мы дань памяти и уважения павшим воздаем. И на самом деле делаем это от души, делаем это искренне, красиво. Но вот забываем про живых. Забыли про семьи. Тех, кому воздаем торжественный дань памяти. Погнались опять за тем формализмом, с которыми все время пытались воевать. А забываем, что жизнь-то она, она же продолжается. Вы молча продолжаете жить на своих плечах, неся бремя ответственности за детей, за внуков. А их надо учить. Их нужно кормить, их нужно воспитывать, им надо давать путевку в жизнь. Эта ответственность должна быть не только на ваших плечах, а и на наших плечах она тоже должна быть. Уже после официальной части разговор продолжили без камер. Об этом попросил сам губернатор, видя, как нелегко вдовам героев России даются истории с прошлого. Чем дольше мы помним наших героев, тем, получается, наши дети и наше подрастающее поколение будет думать, а как они жили, а как они делали поступки, чтобы потом в будущем о них вспоминали. Хотелось бы, чтобы подрастающее поколение, не те, которые там воевали, вот им рассказывать, а вот школьники, студенты, чтобы они знали. Если это еще и наглядно видно, да, вот проходят и смотрят портрет или там барельеф и написано. Эти женщины знают, что воспоминания о мужьях будут точно живы в их детях и внуках. А строки из сохранившегося блокнота Героя России Владимира Соробеева могут стать девизом для тех, ради кого отдали свою жизнь защитники Родины. Жизнь другая штука, но она похожа на авиацию. И тогда сквозь любые тучи проглянет солнце. Главное набрать высоту в небе, в сердце. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар.